Единственный подход со стороны Балтийской. Вот такое вот море. Вот такие поддоны установили. И вот так вот ребятишки ходят в школу. Комфортная городская воплоти рассказывают и показывают родители барнаульских школьников. С марта месяца дети вынуждены едва ли не плыть в учебное заведение. Ребятишки вынуждены ходить по грязи, по камням, так как у нас центральный вход у школы закрыт, он признан опасным. А с этой стороны вход у нас неблагоустроенный. На прошлой неделе администрация 136-й школы обустроила временный тротуар, положила поддоны, но и они не спасли. Школьники проваливаются, падают, приходят из школы в новом луке. Вот так вот сыночка пришел со школы домой. Пока переходил через грязь, упал. Через куртку замарал белую рубашку, обувь. Вот такая вот комфортная среда со школы до дома. Приходится и утром идти по этой грязи, по лужам, и вечером, соответственно. Участок земли находится на прилегающей к дому территории. Ответственность за его благоустройство лежит на плечах жителей. Обустройство пешеходной зоны удовольствия не из дешевых. Лишних денег у людей среднего достатка, естественно, нет. Поэтому жители хотят отдать участок муниципалитету, чтобы власти как надо проложили дорожку к знаниям. Но есть определенные сложности. Что будет очень проблематично для нашего дома, потому что нужно набрать очень большой кворум. И это просто нереально. Большую часть, в районе 100%, как мне поясняли в ГЖИ, нужно отголосовать, чтобы отказаться от земельного участка. Это просто безвыходная ситуация на сегодняшний день. Еще один вариант отмечают юристы. Софинансирование по государственной программе «Комфортная городская среда». Государство или муниципалитет готовы добавить гражданам, для того, чтобы комфортность эту повысить, улучшить, построить детские площадки, устроить внутридворовую территорию или еще что-то. Но в любом случае доля софинансирования подразумевается обязательно. То есть, опять же, законодатели исходят из того, что если люди свои денежные средства в этой части потратили, наверное, более рачительно будут относиться к такому имуществу. Но и софинансирование жильцы вряд ли потянут. Счета за коммуналку растут семимильными шагами. Поэтому барнаульские родители просят властей посодействовать и обеспечить комфортное пребывание детей не только на территории школы, но и за ее пределами. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.